Полевой госпиталь. Огромное количество войска российского вдоль наших границ. И на этом фоне я читаю разных экспертов российских военных, которые рассказывают о быстрой молниеносной победе Путина. Как он отсекает с разных сторон, заходит в Украину, из трех точек нападает, отсекает, дробит Украину на несколько частей. Это просто нас запугивает или здесь есть реальная угроза такая, что это... Ну вот при худших раскладах есть всегда же позитивные и негативные сценарии. Ну вдруг от нас откажутся наши партнеры, вдруг мы сами решим сдаться пойти на уступки или испугаемся. И вот могут нас порвать на части и прекратить существование Украины путем вот быстрой молниеносной победоносной войны, как они пишут. Сама я в это, конечно, не верю, но опасения-то серьезные на самом деле у многих людей. Мы должны понимать, что современная российская армия, попри всю ее реформованность, это армия пострадянского возраста. И война на Донечине, Луганчине с 2014 по 2020, она показала, что российские военные не есть никакой элитной армией. В кращем случае мы можем говорить про окремые успехи, окремих невеликих операций, которые проводятся их местными параметами, диверсийными группами и так далее. То есть никакой непереможности российской армии априори не существует. Мы маем это памятать как первый момент. Момент другой. Сколько бы войск не накопичила Россия на наших кордонах, есть объективные условия, связанные с ландшафтом, связанные с станом дороги, станом мостов и так далее. И когда город может выдержать 32 тонны, а 72 танк весит 38, то может один танк и приедет на швидкости российской через этот город, но колонна российских танков просто упадет. Поэтому отсутствие дорог по засумненному действует на пользу Украины. Так что Володиму Розилянскому надо передать приветствие, чтобы ближе к кордону с дорогами не поспешать. Это первый момент. А второй момент. Для того, чтобы получать максимальную преимущество над Украиной, Путину доведется практически большинство своих военных сил сконцентровать на Украине. Это не безопасность для самой Российской Федерации, поскольку поручи Китай, поручи другие приемные страны, для которых Россия является любым другом. И на ее территории так же претендуют много страны. И в середине есть достаточно много конфликтов, которые могут разгореться достаточно просто. Тому, как на меня, российское политическое керівництво, погрожуючи Украине цими войсками, воно має усвідомити внутрішнюю загрозу и зовнишнюю. Внутрішня загроза полягає в том, что выведение войск из российских территорий может стимулировать все внутренние сепаратистские рухи, все независимые течения. И мы можем увидеть, что окременно российские региони говорят, что, ну, власне, пока Путин воюет за какую-то Украину, мы хотим налезть ладу себе. Нам не нужно ни с кем воювать. В нас есть свои якутские алмазы, в Грозном есть своя нафта и так далее. И для чего нам, власне, все эти великые имперские проекты? Это первый момент. Момент другой. Украинская армия за этот год, она изменилась. Зменилася психологично, трохи изменилась технологично. Уновление произошло и Штатов, и кадров. И попри то, что я не могу сказать, что я в повном абсолютно захопленный от всего керівництва нашего Министерства обороны, Генерального штаба. Но я скажу, что все равно есть достаточно к количества форхивцев и людей, которые уже имеют непосредственно боевый опыт, и для которых продолжение российской агрессии не будет несподиманной. То есть они не будут на это реагировать в то эмоциональный способ, что собирать чемоданы, ехать куда-то там у Львов, Ужград и там далее в ночи через тису перепливать кордон там с чемоданом сребных ложек. И я думаю, что все эти вологи мрии российских экспертов, військовых, они связаны с их глобальной некомпетентностью. А не может быть, что это их операция информационная против нас, вот эти вбросы? В том числе, потому что, я скажу так, співвідношение, уже сейчас співвідношение втрат украинской и российской стороны, не можно даже поруч поставить. Я схиляюсь до того, что в среднем втрата сейчас десь 1 до 15, 1 до 20. Причому, мы видим, что нет никакой дисциплинованной российской армии, нет никаких термінаторов. Поэтому я уверен, что Украина способна отбить те силы, которые сейчас концентрованы на кордоне, без никаких проблем. В разе, если их будет больше, хотя бы в 2-3 раза, да, это будет сложнее. Однако, все эти планы с распространения Украины, пробивание коридора, они не имеют под собой, на самом деле, подставки. Я считаю, что этот план, если этот план Путин внесет всерьез, как вооруженный план, я думаю, что он похоронит Россию, как государство. Потому что таким чином, он не просто знищит властные силы, он поставит под удар, в принципе, сам факт истинувания Российской Федерации, как государство в ее нынешнем виглядке. И тут мы подивимемся, что от кого отколится. И я думаю, что российские региони, тих, кто разумнее, будут втекать от Кремля очень быстро. Потому что для них набагато вигиднее быть, чтобы сохранить отношения экономические с США, с Китаем, с Европейским Союзом, чем быть в складе страны, которая, начавши агрессивную войну, програла ее и, в принципе, вытратила все свои ресурсы на то, чтобы отхопить еще пару километров из чужой территории. Я правильно понимаю, что маленькая победоносная война с Украиной и уничтожение Украины, этот план может завершиться уничтожением России? Извеличайно.